Всем привет! Сегодня на ремонте монитор ViewSonic VE710S. Достался он мне бесплатно на запчасти, но попробуем его починить. Проблема его заключается в том, что он просто не включается. Вот смотрите подключаем питание и кроме мигания индикатора ничего не происходит. Что ж давайте его отключим и разберем. Для этого в нижней части подножки вынимаем две резинки, за ними появляются два винта, открутим их. Далее переворачиваем монитор, у подставки снимаем две декоративные хромированные крышки и там открывается еще четыре винта. Откручиваем их тоже. После того как раскрутили снимаем и убираем подставку. Далее разделяем корпус на швей, основание подножки, отверткой поддеваем защёлки, также и с обратной стороны. После этого продолжаем также открывать корпус монитора. Продеваем отвертку вовнутрь серого пластикового корпуса и отщёлкиваем все защёлки по всему кругу. Отлично, разъединили. Снимаем заднюю крышку, вынимаем провод и отложим ее. Переворачиваем монитор и добираемся до платы питания. Для этого откручиваем кронштейн на котором держится плата. Два винта с левой стороны. Сразу же отсоединяем лампы подсветки. И два винта с правой стороны. Разъединяем все коннекторы которые вы видите. И спокойно снимаем кронштейн. Далее с обратной стороны откручиваем 4 винта платы питания. И вот она у вас в луках. Осматриваем ее внешне на наличие сгоревших элементов. Я уже нашел, чуть позже покажу. А пока проверим питание на кнопку и на материнскую плату монитора. Подключим питание. Находим маркировку выходных напряжений. Можно использовать для этого гугл. Но здесь у нас написано все. И измеряем напряжение всех линий. На одной 12 вольт. На следующей так же. Посмотрим питание на кнопку включения. Тоже все есть. Отлично. А теперь покажу возможную проблему. Как только включили монитор без корпуса, сразу стал слышен пищащий звук. А пищат у нас два вот этих вздутых конденсатора. Вот, слушайте. Окей, давайте первым делом выпоем их и проверим. Добавляем флюс на выводы конденсаторов. Смешиваем все ножки с мягким свинцовым припоем. И разогреваем выводы где стоят конденсаторы и вынимаем их. Далее проверим их вот таким вот тестером транзисторов. Я его собирал сам с нуля, покупал DIY набор. Если интересно, на это видео оставлю вам ссылку в описании. А также на покупку тестера. Если нет такого прибора, то проверить можно с помощью мультиметра. А мы будем так. Видите, первый протестировали и его даже не определил прибор. Берем второй конденсатор. Он также мертвый и ничего не показывает. Вместо них двоих поставим один конденсатор на 1200 микрофарад. Других у себя не нашел. Эти были по 680. Протестируем новую перед установкой. Как видите, он отличный 1190 микрофарад и все остальные параметры тоже в норму. Вставить его можно на место любого старого, так как они находятся на одной дорожке. И стояли параллельно. Впаяем его и подключаем питание для проверки, что же изменилось. Как видите, лампочки питания у нас уже горит, а не так как было. Теперь монитор можно и включить и выключить. Отлично. Подключим теперь монитор к компьютеру. И проверяем дальше его работоспособность. И картинка есть, а теперь нет. Дисплей загорается и тухнет через 3 секунды. Все-таки на этом ремонт еще не закончился. Сейчас в нем отключаются лампы подсветки. Но внутри картинка на экране присутствует. Это видно подсвечивая фонариком. Поехали дальше. Такая поломка монитора бывает из-за вышедших из строя инверторов, которые разжигают лампы. Либо самих ламп подсветок. Если они перегорают, то инвертор уходит в защиту и отключается. Но с этим мы уже знаем как бороться. Есть мое видео о ремонте подобной проблемы. Ссылку на него я оставил вам в описании. Там более подробно все расписано. А кратко расскажу здесь, как проверить что поломалось. Берем мультиметр, включаем на прозвонку и проверим первичную обмотку инвертора. Грубо говоря туда куда подается питание. У двух инверторов сопроцеление обмотки должно быть и быть примерно одинаково. Проверяем первый 280 кг и теперь второй. Разница небольшая, поэтому первичные обмотки будут целы. Дальше измеряем две вторичные обмотки на выход напряжения из трансформатора. Чаще всего выходят из строя именно они. Грубо говоря есть два плюса и два минуса. Две линии на две лампы. Проверяем на каждой линии сопротивления. Как видите оно есть и поэтому инверторы будут исправны. Что ж давайте проверять лампы. Измерить их мультиметром уже не получится. Для их проверки воспользуемся методом исключения. Например включаем две нижние лампы, вставляем одну верхнюю. А вместо еще одной вставляем либо 100% рабочую лампу, либо вот такой вот провод с резистором на 2,2 кОм. Он у меня сделан специально для проверки ламп. Более подробно о нем смотрите в другом моем ролике. Ссылка в описании. Вот покажу вам 2,2 кОм. Я естественно уже все проверил за камером, потому что это долго и не нужно вам. А вам покажу итог. Смотрите две нижние лампы у нас целые. А две верхние перегорели. В один коннектор вставляем резистор. А во второй вставляем рабочую лампу. Подсоединяем питание. Перевернем монитор чтобы было видно. И включаемся. Как видите монитор работает и дисплей показывает. Здесь также видно что снизу лампы светит, а сверху картинка темнее. Так как их там нет. Ну что на этом я думаю на сегодня закончим. В следующем ролике будем впервые менять лампы подсветки. Видео будет о том как менять лампы на мониторах. Да и попытка будет не очень удачной. Интересно? Тогда подписывайтесь и не пропустите продолжение этого ремонта. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео ставь лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео. И кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал ArtBuild Channel.